Всем привет, друзья! Сегодня новое видео на моем канале, которое посвящено ошибкам монтажа на такой кровле, как гибкая черепица. Это новый объект. Меня попросили приехать и посмотреть качество монтажных работ. Соответственно, я взял с собой камеру, приехал, начал смотреть. С виду издалека эта кровля прекрасно выглядит, но когда я залез на леса, начал смотреть детали, то оказалось, что есть определенные ошибки. Этих ошибок много. Часть этих ошибок я заснял на камеру и сейчас вам покажу их. Также у меня идет подготовка нового видеоролика, которое посвящено устройству мансардной кровли. Поэтому, если вам интересна тема загородного строительства, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я буду рассказывать о том, как качественно и правильно построить себе дом. Итак, ребята, я залез на крышу, про которую я вам рассказывал, которую меня попросили проинспектировать. Монтаж гибкой черепицы. Здесь я нашел ряд ошибок. Вот сейчас про эти ошибки буду вам рассказывать. Первая ошибка, значит, самая, которая такая косячная, которая ну просто пипец. Это вот эти вот бруски, которые набили. Вот если вот сюда посмотреть, то видно, что саморез закручен, отступает от гонта. Соответственно, когда этот брусок будет откручиваться, эта дырка так и останется. Вот. Никакая мастика, клей не спасет. И представьте себе, вот там бруски, с той стороны там тоже есть бруски, а с другой стороны крыши также есть вот эти вот бруски, доски, которые прикручены. Вот. Но это вот такая вот самая, я считаю, критичная ошибка на этой крыше. Дальше. Примыкание боковое. Примыкание можно делать как сверху, так и под гибкую черепицу его прятать. Единственное, нужно делать зазор. Зазор вот они здесь оставили. Но получается, когда вода будет идти по вот этому же лобку, она будет уходить вот под этот гонт. Им для того, чтобы этот узел было сделать правильно, им нужно было вывести это примыкание вот на этот гонт. Тем более, место позволяет. Также, если посмотреть, видно, что вот это примыкание металлическое, которое они сделали, его надо было вывести на гибкую черепицу, чтобы перекрыть вот эти гвозди, которые они также замазали мастикой. И вот этот стык. Соответственно, место у нас сделано жестко. Было бы сделано жестко, да, если бы примыкание было сверху. Вот. И никаких проблем не было бы. А здесь вот у нас теперь реальная проблема. Вот это место, вот, его теперь нужно разбирать и переделывать. Нужно вот это примыкание выводить сюда наверх, либо снимать вот эту гибкую черепицу, снимать примыкание и выводить его наверх. Хотя, наверное, так как оно под гибкой черепицы, там, возможно, будет след от мастики, от битумной. И, наверное, его уже не запустится. Ну, короче, нужно разобрать, посмотреть. Вот. Или не разбирать, сразу взять новое примыкание, просто сюда сделать. И вот эту часть примыкания вывести вот на этот, на этот гонд. Соответственно, сделать это все технически правильно, ну и чтобы это визуально тоже выглядело красиво. Ну, может быть, вот эту часть примыкания загнуть сюда и сделать его одинарным, либо двойным фальцем. Дальше. Вот эта часть примыкания, она не проклеена мастикой дополнительно. Поэтому, ну, вот сюда вот будет заходить вода и вот здесь вот будут проблемы. Здесь вот нужно по этой части наносить мастику равномерно, тонким слоем, чтобы она потом не растекалась. И герметично приклеивать вот эту гибкую черепицу. Вот здесь вот снизу, вот, я не могу эту гибкую черепицу поднять, потому что она качественно проклеена здесь. То же самое у нас должно быть и в примыкании, чтобы, вот, я беру руками, физически хочу ее поднять, она не поднимается. Вот это место они сделали очень качественно. Вот это место, конечно, у них косячное. Вот, также, ну, вот гвоздь тут еще видно. Ну, не замазали мастикой, ничего, просто вот гвоздь. Ошиблись, короче, с рисунком. Вот. Не в то место забили гвоздь и получается его теперь видно. Идем дальше. Как я и говорил, с другой стороны то же самое. Также, вот, видите, саморезы, на саморезы прикручены вот эти вот бруски. Здесь вот примыкание, оно даже немного выступает, оно будет закрывать ход. Эта часть также, вот, видите, она не проклеена. Вот. Здесь также примыкание у нас находится под гибкой черепицей. Гвоздь, вот, не видно. И еще один момент, это вот здесь вот. Если вот эту кровлю приподнять, вот эти вот уголки, они должны быть срезаны обязательно. Потому что, когда у нас пойдет вода, она будет упираться вот в это место и, соответственно, будет уходить вот сюда. Потом этот гон будет приподнимать и гибкая черепица будет протекать. Особенно, если будут перепады температуры осенью, вода там будет оставаться, потом она будет замерзать, таять, замерзать, таять, замерзать. И со временем все эти места будут доставлять клиенту небольшие проблемы. Вот такой вот небольшой видеоролик получился. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, пишите комментарии. Желаю всем, друзья, удачной стройки. Пока.